ребятишки buenos dias как прежде читаю ваши комментарии видел много комментов было про в духе типа ждем продолжения что же там как там смонтировали какие там динамические свойства пацаны честно говорю не планировал я снимать не установку не рассказ потому что это уже всех за утомившая унылое говно панельки контроллер мппт кабель очки потолще алюминиевый профиль но правда как бы даже уже самому заядлому гаечному фетишисту это уже заебало поэтому вопрос в студию смотрите у нас имеется вот такой дукатик вот такой прекрасный владелец на дукатике техно дрочеры знаю что на дукатиках не бывает полного привода у него есть полнопривод если вас что-то интересует но не из категории сколько стоит там какие-то особенности шестерней потому что ты же его купил до купил такой он был приобретен это сама самодельный до кастом и кастом оказав короче это грубо говоря самодельный кемпер который готовился под другого человека предыдущего владельца был приобретен в том состоянии в котором он есть если что-то интересует мы можем мы можем мы можем мы можем ответить на ваши комментарии которые вы напишите под этим видосом и рассказать вам типа вот пригодился полный привод или не пригодился ну скорее пригодился спойлерю финляндия обледенелые дороги и поэтому наверно финляндии уместно я не знаю для чего это ему надо было если есть еще делать уже не отменить если ребятки есть что-то интересно как бы пишем а задачи цели нет снимать не панели не внутреннюю часть она как у всех в общем-то как в любом подобном типе кузова вот так что adios скоро увидимся возможно наверное скорее всего я так думаю вероятно до стопудово а